Здравствуйте! Мы студентки первого курса первой группы педиатрического факультета Глухова Анна Вячеславовна и Глухова Иуляния Вячеславовна хотим представить вам научно-исследовательскую работу «Проблемы с семенемией в названии болезни» Научный руководитель доктора филологических наук профессор Кафедра Данилина Наталья Ивановна Каждый из нас вероятно сталкивался в жизни не с тем временем заболеваниями Болели знакомые и родственники, да и мы сами Доктор писал диагноз в медицинской карте Но задумывались ли вы о том, как заболевание получило свое название Как образуются медицинские названия заболеваний Почему в жизни мы иногда употребляем не те названия, которые пишет доктор Наша цель – разобраться из этих вопросов Цель работы – рассмотреть явления с семенемии в народных и научных названиях заболеваний Задача – изучить правила построения научных названий заболеваний Описать явления с семенемии И изучить историю возникновения народных названий И составить классификацию Сравнить народные и научные названия Одних и тех же заболеваний И определить причину Для начала необходимо понять, как складываются названия болезни Наши далекие предки лечили людей при помощи трафа растений, обладающих целебными свойствами Разные виды хвори надо было как-то обозначить И болезни стали получать названия Но только в XIX веке появилась классификация болезней Сейчас в медицинской науке систематизированы не только болезни, но и их названия Часто систематизация происходит при помощи специальных суток Греческого или латинского происхождения Приставок и окончаний Другой вариант – название заболеваний по астру Это значит, что данная болезнь Нашет фамилию того ученого, который ее описал Например, болезнь Альцгеймера, Менгера, Аддисона или Паркинсона Позже все изменилось Докторов-первооткрывателей, которые работали в одиночестве, стало не так уж и много Теперь над исследованием заболеваний работали большие группы ученых Поэтому называть в честь каждого члена врачебной команды было бы как минимум нефересообразно Последний вариант – традиционно сложившееся название заболеваний Этот способ обозначения болезни является очень распространенным и часто становится причиной появления синонимии Синонимия в названии болезни – это явление, при котором одному заболеванию соответствует несколько названий разных по происхождениях и отражающих в своей внутренней форме разные спектры данной болезни Например, уже упомянутая болезнь Паркинсона имеет и другое название – выражательный паралич В это название отражены особенности проявления болезни Другой пример – острое травление алкоголя В психиатрии называется алкогольный психоз Это название указывает на поражаемую систему организма психику В просторечии называется белая горячка, так как белый называется водка Мы проанализировали 20 народных диалектов и просторечных названий различных заболеваний, дописанных и травмных источников Было установлено, что названия даются по следующим признакам По частям тела поражаемой болезни – горлянка, горнуха, головная, грудница По причинам происхождения болезни – лихорадка, ознобление, бритка, озоворы По симптомам болезни – золотуха, рожа, прессовица, падучая, грудная жаба, облиба По времени проявления болезни – весенница, ночница По названию переносек – утиная болезнь, мышиная лихорадка, болезнь кошачьих царапин, лихорадка попугая Мы провели сравнительный анализ, в ходе которого выявили, как соотносится между собой народное и научное название одних и тех же болезней Можно выделить две группы примеров Первая группа – научно-народное название – даны по одному и тому же признаку Сюда относятся грудница, мастит, маститель С латинского языка переводится как «воспаление молочных желез» Получается, что в обоих случаях название дано по пораженному органу И научное название еще уточняет характер заболевания – воспаление Грудная жаба, стенокардия, стенокардия От греческого стенос – узкий, тесный, кардио, сердце Заболевания, характеризующиеся давящими болями Оба названия заболевания получили у симптоматики Болезнь кошачьих царапин, перенос В данном случае оба названия заболевания также основаны на одном и том же признаке В лечении болезни кошки Лихорадка попугая – пситокос От латинского «пситокоспопугай» – «оник» – нераспалительное заболевание В данном случае оба названия заболевания происходят от названия переносчика Подучая эпилепсия Получается, оба названия происходят по симптомам болезни Вторая группа В народном названии отражены одни признаки заболевания, а в научном – другие Головник, гнойный отит, отитис паулента Термин «отит» означает «воспаление уха» При гнойном отите одним из симптомов является сильная головная боль Следовательно, народное название дано по одному из симптомов А научное отражает суть заболевания или патологического процесса воспаления А пораженный орган уха Вышенная лихорадка Данное заболевание протекает сильной лихорадкой выраженной обществе Индуэксикации поражений почек в виде нефрозонеприта Значит, народное название дано по переносчику А научное описывает патологические процессы, протекающие при данном заболевании Утиная болезнь – циркариоз Поражение кожи циркариями, расселительными личинками паразитических плоских червей класса «триматоз» Народное название дано по переносчику «утка», а научное – по возбудителю болезни циркарии Личинки утиных листов Весенница – цинга Является преобразованием польского диалектного цинга, являющегося производным от слова «десна» Характеризуется острым недостатком витамина С, который приводит к нарушению синтеза коллагена Из-за чего соединительный ткань теряет свою прочность, возникает кровоподчеркивая кожа и кровоподчеркивая десна Народное название дано по времени проявления болезни «десна», а научное наименование – по пораженному органу «десна» Ходливы, экземы – народное название дано по внешнему симптомам Кажется, что кожа чем-то облика, а наручное название по принципу возникновения болезни При ослабленном иммунитете и наречивании человека в предрасположенности кожа вспыхивает и образуется визуально Золотуха – скоропулез, атлатинского скорпа, кабан или дикая семья Народное название дано по внешнему симптомам болезни Появление множества злотых скорок на коже, а наручное – по другому симптомам болезни Из-за воспаленных линз узлов и слюнных желез, шея человека становилась очень толстой И граница между шеей и головой сблаживалась, как и свинья Была проведена работа, в ходе которой мы разобрались название заболеваний Дает тремя основными способами С помощью системизирующего струкса по фамилии ученого по другим признакам Дали определение явления семейные названия болезни Изучили народное название болезни, соответствующие им научные Составили классификацию названия народных заболеваний по тем признакам, которые положены в их основу Установили, что научные и народные названия одной и той же болезни могут отражаться, как один и той же признак Но другое название русское происхождение и другое латинское или греческое Так и разные, что и провождаются неимаемыми названиями Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!